Приветствую Вас, Сергей. Давайте разберем Ваш вопрос и постараемся найти ответ. Я постоянно веду диалог в голове и представляю, что помогаю и улучшаю жизнь других людей, родних, знакомых и друзей. Решаю их проблемы и даю им реальные советы по жизни, как я это себе представлял. То, что Вы описываете здесь является переносом. Вполне вероятно, что помощь требуется Вам. Но Вы по той или иной причине запрещаете себе условно эту помощь получить. И реализуете это через желание для других людей. Что-то сделал. Вот. Также, помочь другим людям, дать совет и прочее, означает почувствовать себя значимым. То есть, Вы не чувствуете себя значимым. Вы не чувствуете себя важным. Возможно, Вы не чувствуете, что чего-то стоите. Да, кажется, что наиболее простым способом компенсировать, компенсировать Вашу потребность, является именно помочь другим людям. Но на деле, на деле, ситуация несколько по иному складывается. На деле, ситуация складывается таким образом, что вы становитесь все более и более зависимым от людей. Именно за счет того, что пытаетесь что-то для них сделать. Ведь люди разные. Их потребности могут быть разными. Ваше отношение к тому, чтобы для них что-то делать, тоже может быть разным. И получается, что Вы зависимы от них. С другой стороны, потребность быть значимым и важным есть у всех. Но ориентир в удовлетворении данной потребности, скорее, должен быть на свои ценности, на то, что важно Вам. И уже в соответствии с этим, организовывать и направлять действия, в том числе и для других людей. Дальше. Меня об этом не бросили. Я им ничего не должен. Ну, эта интенция появляется в результате внутреннего конфликта Вашего. У меня самого есть трудности в жизни и важные дела, которые требуют моего внимания и участия. Важные для меня, я так думаю. Да, только Вы достаточно сильно обесцениваете себя, чтобы ими заниматься. Я бы полагаю так. Вы достаточно сильно себя не цените, чтобы не делать чего-то для себя. Чтобы делать, в основном, только для других людей. То есть, это, по большому счету, получается, такое, такое вот обесценивание себя. И того, что Вам важно, того, что Вам нужно, того, что Вам дорого и ценно. То есть, понятно, что трудности есть и проблемы тоже есть. Но, мои дела, мои дела. Мало что значит, по сравнению с тем, что значит два других людей. Вот. 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 В принципе. Эм. Такая вот история. Дальше. Вопрос. Зачем я так воображаю, что помогал? И что мне это даёт? Я сказал. Это чувство собственной значимости, важности и ценности. Вопрос. Значит, речь шла о похвале, то ситуация была бы несколько и ноль, несколько другой. Мы бы старались скорее здесь людям именно угодить. Это несколько, ну, разные вещи, скажем так. Как перестать тратить на это время и сконцентрироваться на своей жизни? Ну, для начала я бы предложил здесь определиться именно с вашими ценностями, с тем, что вам ценно. Что я могу сам сделать или предпринять такие моменты ухода в мечты и хочется услышать конкретные действия, которые я мог бы сделать или не сделать, чтобы превращаться в реальность. Ну, смотрите, конкретные действия, это вот, во-первых, проследите за своими желаниями, серьезно, проследите за своими желаниями, почему вы хотите это делать, почему вы хотите помогать. В общем, ведь совершенно очевидно, что вы в некоторой степени жертвуете, жертвуете собой. Правильно, вот, вы жертвуете с собой, ну, ради других людей, вот, и у этого есть причина того, что вы жертвуете с собой. Вот, поэтому, здесь обязательно нужно увидеть, чего вы хотите от жертвы достичь, вот, это первое. И второе, второе, это вот как раз то, что касается вашей ценностей, то есть вот, то, что для вас ценно, то есть то, что важно именно вам. Ещё я предложил бы вам обратить внимание на то, в чём вы сомневаетесь. То есть вот серьёзно, в чём вы сомневаетесь. Ну, может быть, может быть, может быть, может быть, есть что-то, в чём вы не уверены. Например, может быть есть что-то, что вы ставите под сомнения, допустим, и, соответственно, это тоже то, что в той или иной степени направляет вас вот туда-сюда, в позицию помощи. Вы говорите о том, что вы избегаете своих проблем. Вполне возможно. Но если так, если вы избегаете своих проблем, то, на мой взгляд, нужно постараться увидеть, а что значит, что доступный отчёт для вас, ваши проблемы. Из-за чего вы пытаетесь их избежать. Вот. Это, на мой взгляд, очень важная история. Если вы будете достаточно уборны в своих, ну, действиях, то я более чем уверен, что у вас получится себе разобраться. при условии, при условии, что вы действительно этого хотите. Хочет. Вот. Вот примерно такой ответ я могу вам дать сейчас. с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. на этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, я вам спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...